Вера или магия? Духовная жизнь или оккультизм? Что доставит душе человека желанное счастье? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если человек увидит что-то из ряда вон выходящее, то с легкостью может признать там некую высшую силу. Яркий пример – живший совсем недавно лжеучитель индус Саибаба. Это невероятно, но по всему миру набралось многомиллионное сообщество его последователей. Вы только представьте, миллионы людей видят в Саибабе в прямом смысле воплощение божества. И если вы окажетесь в их среде и станете возражать, вас могут просто растерзать. Но причина этого обожествления одна – доверие всему, что показалось чудом. Саибаба не скупился на чудеса. Он мог немного поводить рукой, и вдруг из ниоткуда в его руке появлялись бусы, небольшой жест, в его пальцах уже колечко. Он плевал в платочек и из этого платочка доставал золотое яйцо. Тысячи его последователей скажут, что он материализовывал предметы из ничего, умножал халву и финики, одаривал своих избранников священным пеплом, бравшимся также из ниоткуда. Читал чужие мысли, исцелял больных, в общем, много чего чудесного, даже предсказывал, что умрет в 2022 году, ну, правда, умер в 2011, но это не мешает его последователям считать своего гуру божеством. Феномен каждого лжеучителя – это, во-первых, жуткая самоуверенность, убежденная в себе как особом избраннике, а во-вторых, мощное психологическое воздействие на других, умение подчинять себя окружающих. Саи Баба говорил, что он является аватаром Шивы и Шакти, мужского и женского начала божества. Еще он говорил, что пришел ради всего человечества, чтобы восстановить прямой путь к Богу, и для этого провозгласил Саи религию. А чтобы ему верили больше, он заодно объявил, что является воплощением Иисуса Христа. Ну, так сказать, конек Саи Бабы – это именно чудеса. Другие гуру занимались морализаторством, а этот решил от слов перейти к делу. Раз он Бог, а Бог всемогущий, то, значит, надо это демонстрировать. Вот он и начал из ничего творить цепочки, колечки, часы. Только вот оказалось, что наши фокусники повторили все те же чудеса. Они также материзовывали предметы, причем без тех длинных рукавов, которые имел на себе Саи Баба. Индийский гуру выплевывал воду в платок и уже из платка доставал золотое яйцо. А наши фокусники доставали тоже яйцо непосредственно изо рта. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Только вот точно ли не было мошенничества у Саи Бабы? Британский профессор музыки Дэвид Бейли в течение пяти лет слепо следовал за этим гуру, а потом вдруг выяснил, что материализуемый Саи Бабой драгоценности – ничего не стоящие безделушки, приобретаемые в нескольких местах в Индии. Дэвид Бейли проверил у ювелира огромный якобы бриллиант, который материализовал для него Саи Баба. Бриллиант оказался низкопробной подделкой, а ювелир признался, что нередко имеет дело с поддельными драгоценностями от Саи Бабы. Людям хочется чудо, людей покоряют эффектные действия, но обычно артисты, демонстрирующие фокусы, честно говорят, что у них это всего лишь игра. Никто из фокусников не называет себя божеством. А тут вдруг появляется улыбающийся дядя из Индии и говорит, буквально цитируем Саи Бабу, «Чудеса, которые я совершаю, происходят благодаря безграничной силе Бога. Это проявление моей божественности». Но эта божественность оказалась сомнительной после многочисленных жалоб посетителей и учеников Саи Бабы, заявивших о его домогательствах к мальчикам и вообще к лице мужского пола. В свое время Саи Баба говорил, что на нем исполнились пророчества, записанные в Библии. И, в общем-то, да, действительно, исполнилось на нем пророчества, записанные в Евангелии. «Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вот это пророчество исполнилось на Саи Бабе и на всех ему подобных. «Братья и сестры, будем сторониться чрезмерной погоней за чудесами, чтобы в итоге не попасть нам в лапы какого-нибудь иллюзиониста-гуру. Храни всех, Господь, и даруй нам Божие трезвомыслие». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова